всем привет в этом видео я научу вас как вязать вот такие красивые цветочки крючком они очень нежные и украсит любую шапочку вязать их очень просто я вас сейчас научу поглядите пряжу можно взять любую для цветочков здесь у нас более тонкая и мягкая а тут более плотная и толстая если вам нужен цветочек покрупнее возьмите пряжу потолще или свяжите дополнительный ряд как это сделать я покажу в конце видео волну с цветочки можно располагать произвольно как здесь или так как вам больше нравится в определенном порядке когда цветочек будет готов я советую подцепить в нескольких местах иголкой с ниткой чтобы зафиксировать форму ну а сам цветок вяжется действительно очень просто здесь в основном столбики с одним накидом поглядите начинаем вязать мы от середины и вот так по кругу будем провязывать каждый ряд ну а края обвяжем столбиками без накида чтобы цветок хорошо держал форму ну все давайте приступим возьмите пряжу из которой будете вязать чтобы у нас получился вот такой красивый цветок я взяла желтую более плотную чтобы вам лучше было видно итак делаем первую рабочую петлю и затягиваем узелок набираем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 заводим крючок в первую воздушную петлю и с ней соединяем далее вяжем первый ряд делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 вместо столбика с накидом и еще одну воздушную петлю накид теперь в эту петельку вот она с которой мы соединяли провязываем столбик с накидом после каждого столбика в этом ряду будет воздушная петля вот накид опять в петлю в эту же провязываем еще один столбик с накидом и после него воздушные петли полюбуйтесь накид теперь в следующую воздушную петельку провязываем три столбика с одним накидом после каждого идет воздушная петля столбик с накидом воздушная петля накид в эту же петлю второй столбик с накидом воздушная петля накид третий столбик с одним накидом и не забываем про воздушную петлю накид теперь в следующую петлю заводим крючок и также провязываем три столбика с одним накидом после каждого столбика воздушная петля столбик с накидом воздушная петля и вот у меня уже третий столбик с накидом обязательно делаем воздушную петлю нажмите сейчас на паузу и довяжите этот ряд до конца в каждую петлю по три столбика с накидом после столбиков воздушная петля вот я почти довязала делаю воздушную петлю после столбика и соединяю раз два три с третьей воздушной петелькой подъема четвертую петлю мы не трогаем итак соединяем с третьей воздушной петелькой подъема ряд вот он такой получился немножко волнистый в новом ряду в каждый столбик будем вязать по два столбика с одним накидом а в каждую воздушную петлю всего один итак 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика и еще одна дополнительная воздушная петля накид в петлю с которой мы соединяли провязываем столбик с накидом и воздушные петли теперь в воздушную петлю будем вязать всего один столбик с накидом заводим крючок провязываем столбик с накидом и воздушная петля а в столбик с накидом два столбика накид вот лучше за обе стенки заводить крючок особенно если у вас пряжа достаточно плотная итак, провязываем первый столбик воздушная петля, накид тут же в эту же петлю провязываем второй столбик с одним накидом не забываем про воздушную петлю опять чередуем там, где у нас воздушная петля заводим крючок и провязываем всего один столбик с одним накидом воздушная петля делаем накид заводим крючок в вершинку столбика за обе стенки и провязываем столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля далее у нас идет воздушная петля в нее заводим крючок и вяжем всего один столбик с одним накидом воздушная петля накид в вершину столбика вяжем первый столбик с накидом воздушная петля накид и тут же второй столбик с одним накидом воздушная петля провязываем так весь ряд до конца напоминаю, что в воздушную петлю мы вяжем всего один столбик, а в вершинку столбика два столбика вот что должно получиться, но я еще не довязала сейчас делаю накид завожу крючок в вершинку столбика с накидом и провязываю первый столбик из двух воздушной петли второй столбик из двух воздушная петля накид завожу крючок в финальную петлю и провязываю один столбик с накидом в воздушную петлю отчитываем 1 2 3 одну петельку надо оставить именно в третью петлю заводим крючок и с ней соединяем все, очень важный для нас ряд готов полюбуйтесь вяжем новый ряд 3 воздушные петли подъема 1 2 3 накид теперь провязываем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом 1 2 3 здесь видите пока прибавление мы не делаем нужно провязать 5 столбиков с одним накидом то есть 3 воздушные петли подъема и 5 столбиков с одним накидом по одному столбику в каждую петлю далее мы находим столбик с накидом и в него провязываем 2 столбика с одним накидом 1 2 2 мы будем делать прибавление через каждые 5 столбиков теперь опять начиная с воздушной петли заводим в нее крючок и провязываем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом 1 2 3 4 5 5 столбиков провязали доходим до столбика с накидом и в его вершинку обязательно за обе стенки заводим крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом накид опять начиная с воздушной петли в каждую петлю по одному столбику с одним накидом 1 2 3 4 5 далее у нас идет столбик с накидом заводим крючок за обе стенки и провязываем 2 столбика с одним накидом вот так через каждые 5 петель делаем прибавления 5 столбиков провязали 2 столбика в одну петлю 5 столбиков провязали 2 столбика в одну петлю в этом ряду уже не нужно делать таких больших прибавлений как в предыдущем нажмите на паузу и провяжите в удобном для вас темпе весь ряд вот вот а я уже почти заканчиваю довязываем по одному столбику с одним накидом в каждую петлю так провяжите сейчас 5 столбиков а прибавление, а именно 2 столбика где у нас должно быть, мы сделаем вот здесь видите 3 воздушные петли подъема у нас есть в начале ряда и в эту же петлю провяжем еще один столбик с накидом все соединяем ряд с третьей воздушной петелькой подъема так что не переживайте про прибавление мы не забыли мы довязали его в конце ряда итак ряд готов давайте свяжем следующий ряд 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и теперь провязываем в каждый столбик с одним накидом по одному столбику 1 2 3 4 5 теперь находим два столбика с одним накидом в предыдущем ряду и в первый столбик из двух провязываем два столбика с одним накидом вот в одну петлю два столбика с одним накидом во второй столбик из двух вяжем один столбик с одним накидом и начиная со второго столбика провязываем 6 столбиков с одним накидом по одному столбику в каждую петлю вот у меня 1 2 3 4 5 6 опять дошли до того места, где два столбика с одним накидом в нижнем ряду в первый столбик из двух провязываем 2 столбика в одну петлю 1 2 а начиная со второго столбика по одному столбику в каждую петлю всего их 6, как я сказала, можно даже не считать ориентируйтесь по рисунку предыдущего ряда доходим до того места, где у нас прибавление два столбика с одним накидом в одну петлю и в первый столбик делаем прибавление 2 столбика с одним накидом вот я провязала два столбика с накидом в одну петлю ряд, как видите, очень простой 6 столбиков по одному столбику в каждую петлю и один раз два столбика с накидом в одну петлю нажмите на паузу и провяжите этот ряд до конца в конце обратите внимание, что делать прибавление нужно вот в этом последнем столбике итак, в самую последнюю петлю провязываем два столбика с одним накидом и соединяем раз два три с третьей воздушной петелькой подъема все теперь две воздушные петли отрезаем ножницами нить и завязываем тугой узелок наш цветок готов если вам нужно провязать еще один ряд то по такому же принципу в каждую петлю провязываем по одному столбику с одним накидом а в первый столбик из двух провязываем два столбика с одним накидом итак, обвязываем цветок у меня, поскольку были тоненькие нити, я взяла и буду вязать в две нити делаем первую рабочую петлю и заводим крючок поглядите не здесь, а немножко пораньше, чтобы потом заправить нам кончик нити заводим крючок обязательно за обе стенки протягиваем нашу петлю, оставляя узелок с изнаночной стороны делаем одну воздушную петлю подъема кончик нити кладите поверх вязания прям будем сейчас вязать ряд и прятать, обвязывать кончик нити заводим крючок в первую петлю и провязываем 1, 2 два столбика без накида в каждую петлю заводим крючок за обе стенки и провязываем по 2 столбика без накида вот и весь наш ряд два столбика без накида в каждую петлю заводим крючок один два очень просто и очень красиво один один два этот кончик нити также кладите прямо поверх вязания и сейчас, обвязывая наш цветок, мы заправим кончик нити вот такой простой ряд сейчас можете нажать на паузу и провязать весь ряд в своем темпе который вам удобен не забываем обвязывать кончик нити кладем его поверх вязания и вот так провязывая ряд сразу заправляем кончик нити напоминаю, что два столбика без накида в каждую петлю вот что должно получиться итак, довязываем ряд до конца а как его закончить, я вам покажу вот поглядите, какая красота получается я почти довязала мне остается совсем немного два столбика без накида в одну петлю два столбика без накида во вторую петлю все теперь находим первый столбик без накида вот он заводим в него крючок и с ним соединяем делаем 2 воздушные петли в конце вязания ножницами отрезаем нить и затягиваем тугой узелок этот кончик нити придется уже заправить крючком ну вот и все наш цветок готов я надеюсь, что у вас все получилось пишите в комментариях, какой же цветочек вы связали из какой пряжи ну а также напишите, чтобы вы еще хотели связать и мы это обязательно свяжем спасибо, что вязали вместе со мной увидимся с вами в новых видео пока-пока и смотрите hopefully